7 июля в Махачкале на стадионе «Динамо» прошел многотысячный митинг в поддержку футбольного клуба «Анжи», которому УЕФА запретил в связи с проблемами безопасности проводить домашние матчи Лиги Европы. В связи с проведением мероприятия были предприняты повышенные меры безопасности. С утра все прилегающие стадионы улицу перекрыли для движения автотранспорта. Всех входящих на стадион проверяли через металлодетекторы. Напомним, что 30 июня исполнительный комитет УЕФА вынес решение, что «Анжи» из-за проблем, связанных с обеспечением безопасности, не вправе проводить домашние матчи Лиги Европы-УЕФА сезона 2012-2013 года на территории Дагестана. 3 июля руководство футбольного клуба «Анжи» направило официальное письмо президенту УЕФА Мишелю Платини с просьбой разрешить проводить домашние матчи Махачкале. Дирекция УЕФА ответила отказом. 4 июля глава Дагестана Магомед Салам Магомедов провел совещание по поводу запрета УЕФА на проведение игр в Махачкале. На совещании стало известно, что решение о проведении акции поддержано руководством республик. Футбольный клуб «Анжи» завоевал путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, заняв 5-е место по итогам чемпионата России. Напомню, что в 2000 году «Анжи» гарантировал свое участие в Кубке УЕФА, заняв 4-е место в чемпионате России. Однако шотландский клуб «Глазго Рейнджерс» подал протест, отказавшись играть в Махачкале в связи с напряженной обстановкой, уграничащей с Дагестаном в Чечне. В итоге было вынесено решение о проведении всего лишь одного матча между «Анжи» и «Глазго Рейнджерс» на нейтральном поле в Варшаве, где махачкалинцы уступили со счетом в 0-1. По данным организаторов, в митинге приняли участие более 5000 человек. Участники акции вынесенной резолюции вызвали УЕФА в лице руководителя Мишеля Платини сформировать и направить в Махачкалу комиссию независимых экспертов, которые и вынесут объективное решение. «Одиннадцать лет с тех пор, как жребий свел «Анжи» шотландским «Глазго Рейнджерсом», мы ждали возвращения европейскую футбольную семью и надеялись распахнуть гостеприимно, как принято у нас на Кавказе, двери для европейских команд и их болельщиков. Но нас много пытаются лишить этого праздника, как и одиннадцать лет назад. Лишить того, на что мы надеялись, чего мы ждали, о чем мы мечтали». «Анжи! Анжи! Анжи! Анжи!» «Давай! Вот такие болельщики в «Анжи!» Давайте поаплодируем громче и шотландским «Глазго Рейнджерсом». «У нас уже была один раз такая ситуация, помните, в «Варшаве», когда играли с «Глазго Рейнджерсом». «Мы с тобою, мы с тобою навсегда!» «Сегодняшнее мероприятие, которое посвящено тому, что запрет у УЕФА проводить в Дагестане домашний матч, считаем очень несправедливым. Наш весь дагестанский народ как никогда футбольный клуб «Анжи» и футбол объединил. Все, абсолютно все, кто в Дагестане живут, они никогда к спорту никаких не было претензий, ни у кого. Со всех республик страны приезжают сюда люди, никаких проблем никогда не было, никаких терактов, никогда что. А сейчас, когда нам говорят, что здесь что-то может произойти, это искусственное нагнетание обстановки. «А мы, болельщики футбольного клуб «Анжи», мы всегда со своей стороны все, что можно, мы всегда сделаем, и со стороны общественности, чтобы этот матч состоялся, любую помощь окажем, и дагестанцы всегда были, есть и будут гостеприимными людьми. Никогда ни один иностранец, который приедет болеть за свою команду в Дагестан, никогда не почувствует себя ущемленным, каким-то обделенным или еще что-либо связанное с этим. Его будут принимать как ближайшего родственника близкого гостя на высочайшем уровне. «БАКИСТАН»! 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 « Продолжение следует...